Ариару, мои маленькие любители, покушайте, мы начинаем играть в сите скайлайн За кадром я установил парочку модов, не таких критичных как кажется Это мод на 81 клетку и по достижении определенного количества жителей Мы сможем расшириться в принципе на полностью всю карту, что позволит нам ее более плодотворно застроить А также я установил мод, который позволяет нам автоматически сносить здание Как можем видеть, здесь у нас есть здание под снос Через определенное время оно должно по идее снестись, как я понимаю, если наш мод правильно работает И можно видеть, я ничего не делал, а здание снеслось Я понимаю, это должно очень плодотворно повлиять на нашу дальнейшую работу Я тут, вы можете заметить, немножко похимичу с нашим промышленным районом Во-первых, я сделал тут политику и сделал таким образом, что наш район теперь является непосредственно То есть у него есть специальная специализация на лесном хозяйстве Я решил, почему бы и нет, если у нас здесь лесное хозяйство есть И пусть здесь также будет лесное хозяйство А также можно видеть, что я здесь перестроил немножечко развязки Сделал такие вот мосты Как показывает практика, это очень плодотворно влияло в принципе у нас на все В принципе, я больше здесь ничего не менял За исключением того, что я в лесопереработке нашей убрал производство бумаги И оставил здесь в принципе только пиломатериалы Если посмотреть, то у нас общая прибыль 3260, что не может меня не радовать Также за кадрами я переработал немножечко и перестроил немножечко остров, который здесь получился Он приобрел более овалообразный размер То есть вот по отсутствию леса здесь вы можете наблюдать, что именно здесь было поднято или уменьшено Сделаны здесь небольшие такие улучшения в плане протекания жидкости, протекания воды Думаю, это начало смотреться хотя бы более прилично И непосредственно в этой серии я хочу начать застраивать уже вот этот вот большой-большой город Также я тут поставил, кстати, службу откачки воды Она пока не особо нужна, поэтому мы выключим, чтобы она лишние бюджетные средства не брала Она была здесь нужна, потому что я здесь немножечко, как мы можем видеть, перестраивал Перестраивал пандусы и, соответственно, вода здесь заполнялась И чтобы граждане не тонули у нас, здесь была непосредственно построена служба откачки воды Вот Я предлагаю немножечко сделать ход конем и квалифицировать наш район на сельское хозяйство Дамба наша здесь живет и процветает тем временем Я тут построил парочку ветряков Чисто на крайний случай Вдруг что произойдет у нас не с дамбой, а с чем-либо С чем бы то ни было И пусть они здесь будут Их наличию здесь ничего не мешает У нас есть потребность какая-то по коммерции У нас здесь есть отведенное специальное место под коммерческие зоны Давайте их и закрасим для того, чтобы они здесь строились Вроде потребность по коммерции у нас должна уйти Я сейчас хочу немножечко выровнять все наши показатели Для того, чтобы начинать строить уже непосредственно целый и новый район Так я вижу у нас фермерские хозяйства Немножко перек валит Сделались у нас, короче, здесь новые фермерские хозяйства Что не может меня не радовать Потребность по коммерции у нас есть Но я так понимаю, пока идет застройка У нас никуда эта потребность не исчезнет Пока, в принципе, вот этот вот новый райончик Который у нас здесь возникает в процессе нашего следующего И, в принципе, строительства Его можно застраивать здесь полностью Для того, чтобы у нас сбалансировать наши все потребности Так, давайте займемся этим А именно вот здесь вот можно разместить, в принципе, коммерцию Вот так вот, хоп-бах Ну, пока у нас все строится Я предлагаю начинать уже разметку непосредственно нашего нового района Пока я не особо придумал, как здесь будет сделан въезд В принципе, вот этот мост можно будет снести Хотя тут и так поток машин большой То есть я хотел сделать здесь вот такой же, в принципе, мост, как и здесь Но я вижу то, что тут и так большой поток машин Поэтому это не особо и хороший вариант Хотя, а у нас, если так подумать То, в принципе, вариантов не особо много Как это можно сделать, кроме как вот здесь вот Я имею в виду оформить, как заезд в этот город Так вот, у нас мостик встал Вроде как никому это сильно не помешало Только разорвало нашу электрическую сеть Но это можно легко поправить Видимо, из-за того, что у нас не хватает экспорта Придется, наверное, специализацию обратно поменять Именно обычный район без всего Только с памяткой То, что необходимо переработку отходов Держать на нужном уровне Я думаю, с экспортом товаров у нас теперь не будут возникать проблем Так, а тем временем я продолжаю И, вернее сказать, начинаю строительство нашего гигантского Просто по своим размерам По отношению с остальными городами района Так, я придумал, как это все нам лучше разместить Делаю здесь вот дорогу односторонней То есть всю вокруг пуская одностороннюю дорогу То есть у нас будет кольцевой такой квадрат Скорее всего, я его закруглю вот в этих местах Таким вот образом, чтобы углы не казались прям очень уж прямыми Так, вот такой вот у нас получится квадрат закругленный А здесь я сделаю непосредственно двойную дорогу во все стороны Такую небольшую, четырехполосную, я думаю, должно хватить И вот это вот непосредственно уже четырехполосная будет соединяться и с основной дорогой нашей Да, я думаю, это будет замечательно То есть у нас будут вот такие вот районы Такие вот квадратные участки В центре каждого из них я размещу примерно вот по такой вот схеме Наши участки Дальше уже рядом непосредственно будет такой же повторяться у нас Тип участка И они будут дальше вот так вот дублироваться Я думаю, это будет неплохо С точки зрения красоты, может быть, это будет не так эстетично смотреться Но с точки зрения практики, с точки зрения построения И с точки зрения построения пробок Это будет, думаю, очень даже неплохо На самом деле, я не знаю, как это будет все работать Я просто сделал такой концепт на бумаге И сейчас я вижу, тут у нас есть потребность по промышленных деловых зонах Хорошо, мы сделаем здесь промышленные деловые зоны Делаем раз квадрат чисто под них И два квадрат чисто под них Я сделаю их недалеко друг от друга Наши райончики начали себе застраиваться И посмотрим, на самом деле, по трафику, как это все будет происходить Будем тестировать вместе с вами все это Так, по воде я видел небольшая просадка То, что доступность водопровода не стопроцентная Хорошо, давайте еще сделаем здесь сбор воды Я как погляжу, то есть у нас под канализацией тоже скоро просад будет Если у нас также будет потребность Хотя это будет не в скором времени И если так пойдет и дальше, то возможно, возможно Я ничего не обещаю, но построится еще одна у нас гидроэлектростанция Подобного типа Я не знаю, на самом деле, где Но обязательно где-нибудь построится Я хочу здесь разместить район И пусть ты будешь чисто состоять из жилых зон Точнее, из зоны высокой застройки Кроме зон возле непосредства университета Потому что эти зоны я сделаю с уклоном на коммерцию В виде всяких магазинчиков, немагазинчиков и всего прочего Можем посмотреть, у нас зоны начали строиться Что меня не может не радовать У этих зон вообще потребностей практически нет И у них особо нужды никаких нет Это меня не может не радовать Вот здесь, я думаю, и райончики разместить Такие же, как здесь у меня То есть с малой плотностью Для того, чтобы они жили на реке И это приносило небольшие радости То есть они являются максимальным уровнем зданий Потому что они находятся возле реки И у них цена земли большая А если большая цена земли, непосредственно людям это нравится Опа-опа-опа У нас начали еще в России наши потребности Мне не может этого не радовать Значит, экономическая стабильность нашего города пришла в равновесие Сделаем здесь еще побольше наших жилых зон А там же разместим коммерцию, где и в прошлый раз А, кстати, я тут посмотрел наш парк Вот этот вот, который здесь вот Лориал В принципе, убыточный Если посмотреть, то что в нем было всего 38 посетителей за все время Но это вообще нет ни о чем Я, пожалуй, даже можно подумать о закрытии этого парта Парка, развлечений Что сделать мне очень не хотелось бы Но придется, скорее всего А я вижу то, что у нас еще большая потребность стала По промышленных и деловых зонах Давайте также их займемся размещением Мы здесь разместили и ждем, когда они у нас Потребность, точнее, в них пропадет А, забыл я здесь сделать разметку под район Вот таким вот образом Немножечко небрежненько Но разметку мы, тем не менее, завершили Я, пожалуй, пока у нас все равно Экономическая стабильность не пришла в равновесие Я, пожалуй, продолжу строить у нас здесь вот Нашу территорию Таким же образом ничего нового, в принципе, не привнося Я проделал тут такую же, в принципе, работу, как и там Ничего сверхъестественного я не выдумал и не делал И можем видеть то, что у нас появилась все-таки потребность И в разных сферах, а именно в жилых зонах И в деловых Ну давайте займемся размещением здесь деловых Также не будем ничего экспериментировать Также здесь два райончика У меня появилась идея сделать здесь какое-нибудь культурно-массовое мероприятие В виде туристической зоны А именно предлагаю здесь разместить какой-нибудь объект, привлекающий туристов Так, и по культурно-массовым мероприятиям Давайте здесь вот, я не знаю, я хочу здесь разместить статую свободу Давайте я здесь ее и размещу вот таким вот образом Разместим здесь непосредственно коммерцию Для того, чтобы туристы, которые здесь сюда приезжают к нам Могли сбежать в магазинчике, купить сувениршечки или прочее Кстати, ну надо тут не забыть разместить хотя бы парочку крематориев А также непосредственно поликлиники Потому что без поликлиник у нас город вообще загнется Я думаю, парочки за глаза нам хватит Пожарная безопасность одна из важнейших безопасностей в принципе Поэтому пожарное депо нужно разместить Парочку таких И непосредственно полицейский участок, да? Как можем видеть, у нас в принципе порядок населения приходит в норму И по идее у нас электричество дотянулось до статую свободную Она у нас заработала замечательно Что меня не может не радовать И по идее она должна сейчас привлекать туристов Так, у нас появилась потребность в коммерции Давайте здесь разместим Буду размещать ее парциально У нас есть очень много мест, где можно это размещать Но размещать это все резко не буду Потому что в этом нет вообще никакой необходимости Автобусные маршруты, кстати, здесь можно пустить их непосредственно Думаю, это очень повлияет продуктивно на все наше 7 И в обратном направлении я также пускаю примерно такой же маршрут Думаю, одной пока нам ветки автобусных маршрутов должно хватить Если у нас будет это все сильно окупаться, то будет очень замечательно Если нет, так нет И судьба Я вроде разметил Вроде как нам разметил нашу зону под промышленность Но у нас как-то не идет особо застройка в эту промышленную зону Ну ладно Кстати, возле Статуи Свободы И в принципе в этом районе необходимо бы разместить метро Но пока-пока-пока Я не думаю, что это экономически целесообразно Ребята, я совершенно забыл о в университете Необходимость его здесь разместить пока что нет Об образовании я забыл Но образование здесь размещать нужно будет в обязательном порядке От этого никуда не денешься Возле Статуи Свободы Школа, детишки смогут ходить сюда на экскурсию Думаю, очень даже неплохо Потребность в жилых зонах растет Мне это не может не радовать И мы продолжаем здесь размещать наши жилые зоны Вот я о чем, кстати, говорил И можем вернуться к нашему старому району Промышленному И можем посмотреть то, что тут очень большие пробки Хотя, нет, тут скорее не пробки А просто большой поток машин И все это решается благодаря моему перекрестку здесь с светофором То есть сначала идет одна линия, потом другая Потому что без этого город бы наш загнулся совсем И как я понял, вот этот мост, как и вот этот, в принципе, мост Нужны для того, чтобы машины ехали по своей полосе Потому что эти дебилы, если бы они просто были совмещены с этой Они бы ехали в первую полосу Также в первую полосу едут, в принципе, и эти машины А сейчас они едут в третью полосу И поэтому они едут равномерно Равномерно занимают все три полосы, которые им выделены Делать больше у меня нет, в принципе, смысла Если у нас есть потребность в промышленных зонах Я занимаюсь их застраиванием Кстати, можно посмотреть, население нашего города не особо-то и растет Было 45 тысяч в начале серии, а сейчас 46 Хотя мы вроде как построили очень много мест под застройку Мест под здание Но я думаю, с временем решится наша проблема Я думаю, также, в принципе, можно отдать по большей части Вот это вот место под промышленную зону То есть вот эту вот область нашу Если мы в этой серии дойдем до 60 тысяч, то это будет вообще офигенно Я вот, если посмотреть, то у нас, в принципе, в город наш Есть только одна дорога возможная, вот эта вот И больше, в принципе, притока народу ждать вообще ниоткуда Если только как-то по реке Аэропорт я сделаю в обязательном порядке Вот я даже, кстати, тут начал делать остров для того, чтобы сделать аэропорт И если так посудить Если так посудить, у нас всего одна дорога Так? Так И вот этот вот перекресток съедает очень много нашего пространства И, возможно, то, что этот город надо будет как-то перестраивать Таким образом, чтобы его продлить и сделать выход в наш перекресток Если наша вот эта вот развязочка будет не справляться с этим Надеюсь, что к этому прибегать нам не придется И все у нас получится Есть потребность в мусоре В мусоре я совершенно забыл Кстати, я тут сделал небольшую такую еще одну развязочку Чисто посмотреть, потому что у нас тут есть сужение такой реки Я думал, что у нас еще одна не вместилась Но у нас как раз их вместилось ровно три штуки Да, поместить здесь, в принципе, утилизирующий завод Не помешало бы где-то Но это, блин, такое загрязнение Я не знаю Может установить, попробовать какой-то мод На то, чтобы утилизационные заводы не приносили так много загрязнения Потому что любой из них производит загрязнение Но это так некрасиво смотрится Вот эта вот зона загрязняющая так некрасиво Все, вроде кое-как я вместил еще один район Но с мусором у нас по-прежнему проблема есть Я не знаю, как ее решать Если только размещать здесь какой-нибудь мусороперерабатывающий завод Район, завод Давайте вот здесь вот делаем небольшое ответвление, в принципе Две свалки, остальное утилизирующие здесь заводы Потребность в жилых зонах я продолжаю здесь строить Вот эту вот, кстати, вышечку можно куда-нибудь перенести Вот сюда, вот, например Университета проблемы Вот в этом районе проблемы с университетом Странно Это решаемо Но здесь вот университет обязательно построится вот в этом районе Так что не беда Осталось только сейчас с дорогами решить Вот, институт современных технологий Я думаю, да, здесь разместить вот таким вот образом Осталось место и под метро, и под всем Коммерцию здесь непосредственно размещаем возле университета Маленькую коммерцию А вот здесь вот в райончиках, в провинциальных райончиках Здесь вот я размещаю жилые зоны, потому что в них возникла потребность Все, электричество в наш университет современных технологий проведено Начали здесь строиться наши заведения Замечательно А вот эти вот райончики я по статистике, по нашей, как и по прошлой, я буду заполнять Нашими деловыми зонами Для того, чтобы людям было где робот, потому что это необходимо Так, у нас появилась потребность в коммерции, неожиданно Оказывается, людям тоже магазинчики нужны Все-таки Давайте их размещать Так, посмотрим по пробкам Пробок особо я не вижу Вот есть какой-то засор С чем ты связан? Откуда ты берешься? А, потому что тут есть светофоры Конечно, на главной магистрали будут светофоры Конечно, ты такой умный Давайте здесь какие-нибудь пешеходные дорожки разместим Для того, чтобы люди могли нормально передвигаться Вот так Люди вроде как сейчас начнут нормально и адекватно переходить Точнее, если бы они были людьми, это нормально было бы возможно им начать переходить Мне все-таки нужно будет поставить модно-трафик Потому что с таким поведением людей я не могу адекватно бороться Я просто не могу им запретить здесь переходить Мне придется задавить здесь, наверное, вот такой вот Только на въезд Получается, вот здесь вот я оставлю только на выезд Думаю, с пробками проблема должна решиться Наверное, к следующей серии надо будет подготовиться И поставить все-таки мод на трафик Потому что в нем все-таки есть необходимость Как минимум в отключении возможности в определенных местах переходить пешеходом Кстати, на 10 тысяч, в принципе, наш город подросся И мы уже близимся к тому, чтобы достигнуть 60 тысяч Чтобы стать мегаполисом Но до мегаполиса нам еще долго До 75 тысяч, чтобы нам открылись все клетки Но нам откроется, в принципе, сейчас на 60 тысяч Новая клетка 2х2 Самолеты, аэропорт И замечательно Грузовые и обычные Я думаю, построить в следующей серии Здесь вот нарастить собственный остров И на острове непосредственно поставить здесь аэропорт Что будет очень классно А также я хотел бы в этой серии Если мы сейчас застроим этот город Построить, открыть вот эту вот здесь клеточку И что-нибудь сделать с этим озером Также нужно будет, наверное, вот эту вот развязочку заменить полностью Чтобы она не создавала таких больших проблем нашему транспорту Мы спросили по добыче воды Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята Ребята, случилось то, что я не ожидал Посмотрите Мы практически выкачали все это озеро Ха-ха-ха да ладно серьезно давайте немножечко сейчас с импровизируем и вот здесь немножечко увеличим глубину для того чтобы вода началась стекать сюда это нам поможет как нет как-нибудь не особо это нам помогает так взять вот этот уровень и выровнять вот таким вот боком да 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 растекайся как нужно будет активировать сейчас службу пачкачка воды потому что начать будет очень сильно необходимо и посмотрим то что вода сейчас должна уйти отсюда и так понимаю тут есть какой-то источник ой озерный источник есть и вода должна идти сюда до размещать все в одном месте это была очень плохая идея все равно посмотрите у нас потребность по воде есть да очень даже дикая хорошо давайте тогда увеличим здесь глубину очень сильно примерно как-то так на не хватает не хватает нас здесь в этом озере воды то есть мы достигли какого-то лимита видимо вот-вот-вот идеальное место вот посмотрите вот этот небольшое такое пространство которое у нас здесь есть мы сюда вот все разместим просто здесь ставлю ветряк и не думаю насчет электричества посмотрим как это будет все сейчас собираться так я их перестала немножечко и реорганизовал так сказать их в принципе сейчас по воде должно быть все нормально у нас так потребность по воде принципе у всего у нас исчезла замечательно смотрим как у нас принципе здесь ситуация обстоит да я посмотрю то что 6 штучек предел для этого озера который у нас здесь находится и больше их количество ставить вообще нет смысла никакого достигли мегаполиса ура погоди пока с мегаполисом потому что я еще не закончил остальное дело кстати у нас можно видеть население 60 тысяч но тем не менее мегаполиса мы достигли и вот эту клетку я тем не менее покупаю ура так это замечательно это очень замечательно я смогу значит перестроить здесь полностью развязку но и все-таки было принято решение соедините два полуострова также я тут немножечко поработал над ландшафтом вызов тем самым утопление целого нашего острова но тут есть немножко нехорошие новости из-за того что я начал работать с ландшафтом уровень нашего города в принципе немножечко осел и уровень воды в принципе стал очень близко подходить к уровню нашего города что мне не может не нравится и мне приходится все переделать для того чтобы наш город в принципе не затопили и тут я восстанавливаю все то что было утрачено и даже модернизирую это как-то тогда зато у нас город не подтапливать немножечко хотя уровень воды в некоторых местах очень близок к тому чтобы перелиться но он не переливается это меня радует так как у нас очень большая потребность в непосредственно рабочих местах я принял решение построить эти рабочие места вот у нас есть тут небольшой такой полуостровок где можно этим заняться я решил тут немножко поиграться с рельефом за кадром на коксида решил вот видно то что вы здесь находится источник у нас воды тут скорее какие-то подземные воды которые и являются причиной нашего озера я тут поднял немножко уровень земли для того чтобы озеро здесь не выливал за его пределы когда у нас только откроется его точно переделал под какой-нибудь вытянуто какое-то озерцо где будут у нас непосредственно забираться у нас вода так вот и я решил сделать здесь вот уже начинать точнее делать у нас здесь какую-то развязочку такую большую и скорее всего угоните клевер ную развязку и здесь буду строить и скорее всего это будет происходить как-то вот так вот если что у нас будет доступ вот этот вот район который я сейчас буду достраивать вот в этот район я не знаю пока что здесь будет но необходимо будет здесь чем-нибудь застраивая таким очень интересным и вот сейчас я буду застраивать непосредственно этот район хотя нужно придумать как это будет соединяться с этой развязкой но если бы у меня была возможность оба муви там это как-то как-нибудь аккуратненько поправил но я надеюсь что такая развязка людям поможет перезаймемся непосредственно остальными нашими деяменями а именно тем то что нам необходимо сейчас построить будет в целый промышленный район я не буду ничего изобретать просто пущут главную дорогу здесь здесь делаю какую-нибудь кольцевую развязать вот и таким вот образом так а теперь я строю здесь вот такие вот тупо вот такие вот прямоугольники так я построил зоны кстати у нас тут посмотрите пропала большая такая потребность но у нас все-таки осталось давайте еще будем строить зоны можно знаете в виде елочки это было сделать но уже поздно хотя он обучение придумать такое интересненькое у вас есть смотрю про потребность в коммерции люди хотят покупать продукты товары хорошо давайте сделаем такую возможность здесь коммерцию не разместим которую мы недоразместили вот у нас зона открытой коммерции этот город у нас смотрится немножечко кривоватенькая это связано тем то что нету необходимого обрамление и он смотрится именно квадратным но если я думаю пустить вот здесь вот дорогу как были в предыдущих городах посмотрите если на вот этот город посмотреть сверху он тоже квадратный но из-за того что тут есть дорога такая вот зеообразная по речке то я думаю будет очень даже замечательно в этом плане всем уже 65 тысяч население кстати это уже даже неплохо предлагаю заняться пока как раз вот этой зеообразной лесенкой которая у нас здесь есть чтобы придать нашему городу более эстетического вида соединение с дорогой думаю вот так вот сделать в рандомных местах пару штук до подтапливает немножко это из-за уровня земли но я думаю хоть это не из-за уровня земли это не без понятия из-за чего кажется я понял за чего начал копить из-за из все-таки из-за того что здесь вот я соединил нашим марш ты давайте уберем твение ой сейчас разольется всего ну ладно служба по откачке воды у нас все равно есть думаю с этим проблем не возникнет она будет в принципе из этого озера выкачивать воду потому что зачем нам еще это озеро более что она будет так переполняться это полный у нас реально начало вот это вот все зато затапливаться из-за того что я не рассчитывал под у этот уровень воды раз пошла такая пьянка я немножко займусь изменим лошадь а в итоге сделал вот такой вот небольшой канал точнее его задел и у нас ну да поднялась волна это ожидаемо зато можно посмотреть здесь у нас подтопление исчезло все я завершил у нас вот такого перри шейк еще желание есть добить наш город до финальные наши цифры для этого не нужно построить коммерческие зоны которые у нас есть сейчас погребность и думаю здесь вот делать принципе неплохое место для того чтобы сделать то что я хочу а именно здесь разместить здесь зону с магазинчиками также мне пришлось немножко модель дерзи модернизировать наше кольцо которое здесь было привезли город потому что люди здесь тормозили создавали пробки что было не очень классно а теперь они очень классно выезжают отсюда я сейчас потратил очень много денег на производство даров в принципе на сейчас тратится очень много финансов я по идее у нас райончик встал на место замечательно у здесь вот возле воды обязательно ставлю жилые места потому что это самые богатые и самые нужные для всего земли это даже не обсуждается жилые места жилые очень места для всего и жилые зонам так у нас потребность возникла я строю здесь вот большие жилые зоны принципе их разметил сейчас люди должны сами я думаю догадаться куда им нужно заселяться мне очень нравится то что у нас есть скорая потребность по канализации хотя это может только знаете что в скором времени у нас будет возможность строить новую гидроэлектростанцию но пока 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 я строю на будущее слив сточных вода у нас есть какой-нибудь райончик найдем и построим здесь же зону высокой плотности вот например здесь было бы неплохо после реки высокую плотную хочу я просто хочу и так сделать и давайте сделаем просто есть возможность я забыл совершенно ребята я забыл о парках как такое могло пролететь мимо меня я не понимаю простите меня очень сильно виноват перед всеми вами то что я забыл разместить в этой зоне высоколюбимые и уважаемые нами парки вроде как парки я построил цены земли я поднял я теперь должна работать наилучшим образом еще меньше население стало куда ты население куда куда вы сбегаете из моего города что же вам здесь не нравится все же хорошо у вас просто нужно подождать какое-то время для того чтобы город смог прийти в равновесие потребность есть в промышленности так давайте дадим им эту самую промышленность я часто не ожидал что такая сильная прям потребности не будет принципе можно будет даже часть отсюда убрать потому что мне кажется это не очень красный красиво выглядит то что хотелось бы то что это все было жилым больше районом нежели коммерческим поэтому в любом случае я думаю перенести это все сюда всю коммерцию которая есть нашем новом районе я примерно ожидал чего-то такого то что у нас большой процент людей хочет поехать по этому гистеррии сюда то есть одного маршрута крайне мало для такого большого города и соответственно здесь вот возникает такие вот большие пробки хотя вроде как она потихоньку рассасывается только вот посмотрите как они на мосту перестраиваются меня всегда это бесило сискай lines почему они такте нелогично ведут по отношению к остальным но все же решил здесь сделать такой временный мостик посмотреть вообще как это будет работать и как люди отреагируют на этот мост потому что можно было посмотреть как у нас очень сильная потребность возникает в том чтобы из этого района переехать в этот и обратно но посмотрим как у нас возникнет в этом необходимость или потребность я все-таки решу то что вот это все место будет занимать дону высокой плотности ну и пожалуй вот на такой вот лирической ноте когда мы уже подошли прямо децил к званию нашего города мегалополис я пожалуй буду заканчивать эту серию надеюсь вам понравилось осмотреть и надеюсь вам нравится наблюдать за тем как город но только лучше и развивается в лучшую сторону ну а на этом я не прощаюсь всем удачи